Вашему вниманию представляется тема «Химические пищевые риски. Металлы». Меры токсичности веществ. Количественная характеристика токсичности веществ достаточно сложна и требует многостороннего подхода. Судить о ней приходится по результатам воздействия вещества на живой организм, для которого характерна индивидуальная реакция, индивидуальная вариабельность. Поскольку в группе испытуемых животных всегда присутствуют более или менее восприимчивые к действию изучаемого токсина индивидуума. Существуют две основные характеристики токсичности – LD50 и LD100. LD – аббревиатура летальной дозы, то есть дозы, вызывающей при однократном введении гибель 50 или 100% экспериментальных животных. Дозу обычно определяют в размерности концентрации. Токсичными считают все те вещества, для которых LD мала. Принята следующая классификация веществ по признаку острой токсичности. LD50 для крысы при пероральном введении. Миллиграмм на килограмм массы тела. Чрезвычайно токсичные менее 5. Высокотоксичные 5, 50. Умеренно токсичные 50, 500. Малотоксичные 500, 5000. Практически нетоксичные 5000, 15000. Практически безвредные более 15000. В случае одновременного и последовательного поступления в организм нескольких чужеродных веществ обнаруживается их комбинированное действие. Оно является результатом физических или химических взаимодействий друг с другом или с микро- или макронутриентами пищи, индукцией или ингибирования ферментных систем, других биологических процессов. Различают два основных эффекта. Антагонизм – эффект воздействия двух или нескольких веществ, при котором одно вещество ослабляет действие другого вещества, например, действие ртути и селена в организме животных и человека. Синергизм – эффект воздействия, превышающий сумму эффектов воздействия каждого фактора, например, комбинированное воздействие ксенобиотиков и некоторых медикаментов. При хронической интоксикации решающее значение приобретает способность вещества проявлять кумулятивные свойства, то есть накапливаться в организме и передаваться по пищевым цепям. В связи с возникающей опасностью отдаленных последствий важнейшее значение приобретают следующее воздействие ксенобиотиков. Канцерогенное – возникновение раковых опухолей, мутагенное – качественные и количественные изменения в генетическом аппарате клетки, тератогенное – аномалии в развитии плода, вызванные структурными, функциональными и биохимическими изменениями в организме матери и плода, действия ксенобиотиков. На основе токсикологических критериев, с точки зрения гигиены питания, международными организациями ООН, ВОЗ, ФАИ и другое, а также органами здравоохранения отдельных государств приняты базисные показатели – ПДК, ДСД и ДСП. ПДК – предельно допустимая концентрация, установленные законом предельно допустимые с точки зрения здоровья человека количество вредных, чужеродных, веществ в атмосфере, воде, продуктах питания с точки зрения безопасности их для здоровья человека. ПДК – это такие концентрации, которые при ежедневном воздействии в течение сколь угодно длительного времени не могут вызывать заболевания или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований, в жизни настоящего и последующих поколений. ДСД – допустимая суточная доза, ежедневное поступление вещества, которое не оказывает негативного влияния на здоровье человека в течение всей жизни. ДСП – допустимое суточное потребление, величина, рассчитываемая как произведение ДСД на среднюю величину массы тела – 60 килограммов. Токсичные элементы Токсичные элементы являются наиболее распространенными загрязнителями пищевых продуктов. Они имеют важную особенность. Большинство из них относятся к рассеянным элементам, микроэлементам, которые присутствуют в микроколичествах повсеместно, в подземных и поверхностных водах, горных породах, почвах, атмосферном воздухе, растениях и животных. С пищей, водой и воздухом эти вещества поступают в организм человека. При этом по мере загрязненности почв металлами увеличивается их содержание в сельскохозяйственных растениях, а затем и продуктах животного происхождения. Потребление пищевых продуктов, содержащих повышенное количество тяжелых металлов, представляет риск для здоровья людей, который может проявляться острыми и хроническими интоксикациями, а также мутагенным, канцерогенным и эмбриотоксическим эффектами. Во всех видах продовольственного сырья и пищевых продуктов нормируются токсичные элементы – свинец, мышьяк, кадмий, ртуть. Дополнительно к перечисленным элементам в консервированных продуктах – консервы из мяса мясорастительные, консервы из супродуктов, консервы птичьи, консервы молочные, консервы и пресервы рыбные, консервы из печенья рыб, консервы овощные, фруктовые, ягодные, консервы грибные, соки, нектары, напитки, концентраты овощные, фруктовые, ягодные в сборной жестяной или хромированной таре, джемы, варенье, повидло, конфитюры, плоды и ягоды, протертые с сахаром, плодо-овощные концентраты с сахаром в сборной жестяной или хромированной таре. Нармируется олово и хром. В продуктах переработки растительных и массил и животных жиров, включая рыбный жир, маргарины, кулинарные жиры, кондитерские жиры, майонезы, фосфатидные концентраты, наряду со свинцом, мышейком, кадмиом и ртутью нормируется никель. Дополнительно к свинцу, мышейку, кадмию и ртутью в коровьем масле, топленых животных жирах, жировых продуктах На основе сочетания животных и растительных жиров нормируется медь и железо, в загустителях, стабилизаторах, желирующих агентах, пектин, агар, каррагенан и другое, медь и цинк. Ртут не нормируется в меде, сухих специях и пряностях, загрязнения водоемов, атмосферы, почвы, сельскохозяйственных растений и пищевых продуктов токсичными металлами обусловлено действием следующих факторов. Выбросов промышленных предприятий ЕТЭЦ, особенно угольной, металлургической и химической промышленности. Выбросов городского транспорта, имеется в виду загрязнение свинцом от сгорания айтилированного бензина. Использованием в сельском хозяйстве металлсодержащих пестицидов. Применение в консервном производстве некачественных внутренних покрытий и при нарушении технологии припоев. Контакта с оборудованием для пищевых целей допускается весьма ограниченное число стали и других сплавов. Присутствие соединений металлов в пищевых продуктах в количествах в 2-3 раза превышающих фоновые, нежелательно, а в количествах, превышающих допустимые уровни, недопустимо. В Украине подлежат обязательному контролю в пищевых продуктах 10 химических элементов свинец. Мышьяк, кадмий, ртуть, цинк, медь, олова, хром, никель, железо. Свинец. История применения свинца очень древняя, что связана с относительной простотой его получения и большой распространенностью в земной коре. Об опасности, связанной с использованием свинцовых изделий, человечеству было известно, по крайней мере, 2000 лет назад. Во времена расцвета Древнего Рима были введены в употребление свинцовые трубы для водопроводов и металлические сплавы, содержащие свинец, для кухонной посуды и сосудов для питья. Свинец. Один из самых распространенных и опасных токсикантов. Он находится в микроколичествах почти повсеместно. Источник природного свинца в биосфере. Горные породы, которые содержат его от 0,8 до 2000 мг на килограмм. Средний уровень свинца в поверхностном слое почвы – 1,6 мг на килограмм. Свинец используют в виде металла и его химических соединений. В настоящее время перечень областей его применения очень широк. Наибольшая доля добываемого свинца идет на изготовление свинцовых аккумуляторов для автомобилей, электротранспорта и других целей. Его традиционно используют в химическом машиностроении, атомной и военной промышленности. Для изготовления электрических кабелей, телевизионных трубок и флуоресцентных ламп, при производстве эмалий, лаков, хрусталя, пиротехнических изделий, спичек, пластмасс, для пайки швов жестяных банок, в полиграфии. Основным источником загрязнения атмосферы свинцом являются выхлопные газы автотранспорта – 260 тысяч тонн, сжигание каменного угля – около 30 тысяч тонн, и других видов топлива, отходы многих промышленных предприятий. В продукцию сельского хозяйства свинец может попадать из почвы, на которой она выращивается, в продукцию животноводства – из кормов и питьевой воды. Многие растения накапливают свинец, который передается по пищевым цепям и обнаруживается в мясе и молоке сельскохозяйственных животных. Особенно активное накопление свинца происходит вблизи промышленных центров и крупных автомагистралей. В походном слое почвы вблизи автомагистралей с интенсивным движением уровень свинца, как и вблизи его природных залежей, достигает 100 тысяча миллиграмм на килограмм. Свинец воздействует в основном на кровотворную, нервную, пищеварительную систему и почки. Он ингибирует в костном мозге ряд ферментов, в результате чего развивается анемия, являющаяся одним из давно известных симптомов хронического отравления свинцом. На ранних стадиях интоксикации увеличивается доля молодых эритроцитов, ретикулоцитов и базофильно-зорнистых эритроцитов, позже снижается содержание гемоглобина. Особенно чувствительны к повреждающим воздействиям свинца нейронно-центральной и периферической нервной системы. Изменение эпителиальных клеток желудочно-кишечного тракта вызывает желудочно-кишечный синдром свинцовой интоксикации. Обращает внимание способность свинца к кумуляции, который накапливается в костной ткани. Поэтому большую роль в токсических проявлениях свинца играет его содержание в костной ткани. Ежедневное поступление 2 мг свинца может привести к развитию интоксикации через несколько месяцев, а 10 мг – через несколько недель. Свинцовая интоксикация может приводить к серьезным нарушениям здоровья, проявляющимся в частых головных болях, головокружениях, повышенной утомляемости, раздражительности, ухудшении сна, мышечной гипотонии, а в наиболее тяжелых случаях к параличам и порезам, умственной отсталости, неполноценное питание, дефицит в рационе кальция, фосфора, железа, пектинов, белков, или повышенное поступление кальциферола, увеличивают усвоение свинца, а следовательно, его токсичность. Из организма свинец выводится с фекалиями, мочой, а также с грудным молоком. Биологический период полувыведения свинца из мягких тканей около 20 дней, а из костей – до 20 лет. Ртуть В эпоху Ренессанса ртуть в основном ценилась своими медицинскими свойствами, а также использовалась в смеси с другими металлами как средство серебряния азеркал. Для средневековых алхимиков ртуть имела особую ценность и играла важную роль в поисках философского камня – таинственного вещества, которое превращает простые металлы в золото. В 50-х годах в заливе Миномата в Японии районы рыбного промысла из-за промышленных выбросов были загрязнены метилртутью. Концентрация ртути в рыбе и моллюсках в этом заливе составляла свыше 29 мг на килограмм. При употреблении такой рыбы в организм ежедневно поступало 30 мг ртути и более. Трогедия Миномата заключается в том, что, несмотря на чрезвычайно высокое содержание метилртути в заливе, меры по предотвращению дальнейшего поступления ртути в его воды не были приняты, и загрязнение продолжалось вплоть до 70-х годов. К февралю 1977 года общее число случаев отравления составило 121, причем 46 со смертельным исходом. Ртуть находит широкое применение в промышленности. Ежегодно в мире получают более 10 тысяч тонн ртути, которые используют следующим образом. 25% для производства электродов при получении хлора и щелочей – 20%, в электрическом оборудовании – 15%, при производстве красок – 10%, для производства ртутных приборов, таких, как термометры – 5%, в производстве зеркал – в агрохимии – 3%, в качестве ртутной амальгамы при лечении зубов. Ртуть – один из самых опасных и высокотоксичных элементов, обладающий способностью накапливаться в растениях и в организме животных и человека, то есть является ядом кумулятивного действия. Ртуть – единственный металл, представляющий собой при комнатной температуре жидкость, однако она может существовать в различных физических состояниях и химических формах. Механизм токсического действия ртути связан с ее взаимодействием с сульфогидрильными группами белков. Блокируя их, ртуть изменяет свойства или инактивирует ряд жизненно важных ферментов – гидролитических и окислительных. Ртуть, проникнув в клетку, может включиться в структуру ДНК, что сказывается на наследственности человека. В продуктах ртуть может присутствовать в трех видах – в виде атомарной ртути, а также ее неорганических и органических соединений. Случаи загрязнения пищевых продуктов металлической ртутью являются очень редкими. Ртуть плохо адсорбируется на продуктах и легко удаляется с их поверхности. Неорганическая ртуть содержится в донных отложениях озер, рек и других водоемов, а также в Мировом океане является ключевым звеном движения ртути по пищевым путям водных экологических систем, по которым она поступает в организм человека. Процесс биоаккумуляции ртути может включать следующие звенья – планктонные организмы, например, водоросли, ракообразные, рыбы, птицы. Человек может включаться в такую пищевую цепь на любом этапе. В основном это происходит в результате потребления рыбы. В организм человека ртуть поступает в наибольшей степени с рыбопродуктами, в которых ее содержание может многократно превышать ПДК. Поэтому в Финляндии, например, рекомендуется есть рыбу только один-два раза в неделю. Однако отказ от питания рыбой тоже не является надежной защитой от поступления в организм ртути, поскольку рыбную муку используют в качестве кормовой добавки для домашних животных. Растительные продукты также могут быть источником ртути. Если выращиваются на загрязненных почвах или обрабатываются ртуть содержащими пестицидами, в организме взрослого человека содержится около 13 мг ртути, причем около 70%, в жировой и мышечной ткани. Период полувыведения метилортути из организма человека, полупериод биологического распада соединения ртути, составляет около 70 дней. Однако процесс выведения ртути зависит от особенностей организма и может достигать 190 дней. По рекомендациям ФАО, ВОЗ человек может получать с суточным рационом около 0,05 мг ртути. Безопасным уровнем содержания ртути в крови считают 50-100 мкг на литр. Кадмий О большой опасности загрязнения почвы кадмием свидетельствует массовая интоксикация кадмием жителей бассейна реки Дзинцу в Японии. Цинковый рудник загрязнил кадмием реку, воду, которую использовали для питья и орошения, рисовых полей и соевых плантаций. Спустя 15-30 лет 150 человек умерли от хронического отравления кадмием. Содержание кадмия в рисе, основном продукте питания, достигало 600 000 мкг на килограмм, что явилось причиной заболевания, вошедшего в историю эндемических отравлений тяжелыми металлами под названием итаи и таи. В природе кадмий не встречается в свободном виде и не образует специфических руд. Его получают как сопутствующий продукт при рафинировании цинка и меди. В земной коре содержится около 0,05 мг на килограмм кадмия. В морской воде – 0,3 мкг на литр. По своей электронной конфигурации кадмий напоминает цинк. В организме человека среднего возраста содержится около 50 мг кадмия, треть – в почках, остальное количество – в печени, легких и поджелудочной железе. Период полувыведения кадмий из организма составляет 13-40 лет. Как металлический кадмий, так и его соли оказывают выраженное токсическое действие на людей и животных. Механизмы токсичности кадмия заключаются в том, что он ингибирует ДНК полимеразу, нарушает синтез ДНК, стадию расплетения, разделяет окислительное фосфорилирование в митохондриях печени. Патогенез отравления кадмием включает также взаимодействие его с высокомолекулярными белками. Механизм токсического действия кадмия связан с блокадой сульфгидрильных групп белков. Кроме того, он является антагонистом цинка, кобальта, селена, ингибирует активность ферментов, содержащих указанные металлы. Известна способность кадмия нарушать обмен железа и кальция. Все это может привести к широкому спектру заболеваний, гипертоническая болезнь, анемия, ишемическая болезнь сердца, почечная недостаточность и другие. Отмечены канцерогенные, мутагенные и тератогенные эффекты кадмия. Загрязнение окружающей среды кадмием связано с горнорудной, металлургической, химической промышленностью, с производством ракетной и атомной техники, полимеров и металлокерамики. Воздух кадмий поступает вместе со свинцом при сжигании топлива на ТЭЦ, с газовыми выбросами предприятий, производящих или использующих кадмий. Загрязнение почвы кадмием происходит при оседании содержащих кадмия аэрозолей из воздуха и дополняется внесением минеральных удобрений, суперфосфата, фосфата калия, селитры. Источником загрязнения кадмием пищевых продуктов растительного происхождения являются сточные воды некоторых промышленных предприятий, а также фосфорные удобрения. В районах промышленных выбросов он депонируется в почве и растениях. В растения кадмий поступает за счет корневого поглощения и через листья. В организм человека кадмий поступает в основном с пищей, примерно 80%. Экспертами ФАО установлено, что взрослый человек с пищей получает в среднем 30-150 мкг в сутки кадмия, причем в Европе – 30-60 мкг, в Японии – 30-100 мкг, в кадмиевых геохимических районах – около 300 мкг. Количество кадмия, попадающей в организм человека, зависит не только от потребления им содержащих кадмию пищевых продуктов, но и в большой степени от качества его диеты. В частности, достаточное количество железа в крови, по-видимому, тормозит аккумуляцию кадмия. Кроме того, большие дозы витамина В действуют как противоядие при отравлении кадмием. Всемирная организация здравоохранения считает максимально допустимой величину поступления кадмия для взрослых людей 500 мкг в неделю. Мушьяк В Аргентине наблюдалось хроническое отравление мышьяком, вызванное потреблением воды, содержащей от 1 до 4 мг на литр. Аналогичная ситуация наблюдалась в Чили. Употребление колодезной воды, содержащей 0,6 мг на литр мышьяка, привело к локальным хроническим отравлениям на острове Тайвань. В Балтиморе была обнаружена территория, где смертность от рака в 4,3 раза выше, чем в городе в целом. Эта полоса окружает бывшую фабрику, производившую в течение 100 лет мышьяк. Трагический случай произошел в Японии в 1955 году, когда отравилось более 12 тысяч детей. Их кормили молочной смесью, в состав которой входило сухое молоко, загрязненное оксидом мышьяка. Токсичность мышьяка зависит от его химического строения. Элементный мышьяк менее токсичен, чем его соединение. Арсениты, соли трихвалентного мышьяка, более токсичны, чем арсенаты, соли пятивалентного мышьяка. Неорганические соединения мышьяка более токсичны, чем органические, накапливающиеся в рыбе. Соединения мышьяка хорошо всасываются в пищеварительном тракте. Выделение их из организма происходит в основном через почки, до 90%, и пищеварительный канал. Ежегодное мировое производство мышьяка составляет приблизительно 50 тысяч тонн в год, увеличиваясь каждые 10 лет на 25%. Наиболее мощными источниками загрязнения окружающей среды мышьяком являются атмосферные выбросы электростанций, металлургических производств, медиплавильных заводов и других предприятий цветной металлургии, промышленные источные воды, мышьяк содержащие пестициды. Мышьяк также используется в производстве хлора и щелочей, до 55% потребляемого промышленностью количества, полупроводников, красителей. В сельскохозяйственном производстве мышьяк используется в качестве инсектицидов, фунгицидов, древесных консервантов, стерилизатора почвы. Основными мерами охраны пищевых продуктов от загрязнения этим элементом являются Охрана атмосферного воздуха, почвы и водоемов от загрязнения мышьяк содержащими выбросами, промышленными источными водами и твердыми отходами. Ограниченное и регламентированное применение мышьяк содержащих пестицидов и жесткий контроль за ним со стороны органов гасонепиднадзара. Контроль за содержанием мышьяка при использовании в сельском хозяйстве нетрадиционных кормовых добавок. Контроль за возможной примесью мышьяка в реагентах и материалах, применяемых для обработки пищевого сырья при изготовлении продуктов питания и пищевых добавок. Алюминий Токсичность алюминия для человеческого организма является предметом дискуссии долгие годы. Еще в 1886 году, когда только началось использование алюминий для изготовления кухонной посуды, считали, что потребление этого металла вызывает отравление. Первые данные о токсичности алюминия были получены в 70-х годах XX века, и это явилось неожиданностью для человечества. Будучи третьим по распространенности элементом земной коры, 8,8% массы земной коры составляет алюминий и обладает ценными качествами. Металлический алюминий нашел широкое применение в технике и быту. Обогащение пищи алюминием может происходить в процессе ее приготовления или хранения в алюминиевой посуде. В процессе приготовления пищи в алюминиевой посуде содержание алюминия в ней может увеличиться в два раза. В последнее время за рубежом алюминий все чаще применяется для изготовления консервных банок, предназначенных для хранения безалкогольных напитков, посуды, фольги, эластичных упаковок. В пиве и безалкогольных напитках, содержащихся длительное время в алюминиевых банках, концентрация алюминия составляла 10 мг на литр. Поставщиками алюминия в организм человека также является вода, которая обогащается при обработке ее сульфатом алюминия на водоочистительных станциях. Поступающий в организм человека алюминий выводится с фекалиями, частично всасывается в кровь и выводится почками. При нарушении деятельности почек происходит накапливание алюминия, которое приводит к нарушению метаболизма кальция, магния, фосфора и фтора, сопровождающиеся ростом хрупкости костей, развитием различных форм анемии. Были обнаружены также и более грозные проявления токсичности алюминия, нарушения речи, провалы в памяти, нарушения ориентации. Все это позволяет приблизить считавшийся до недавнего времени нетоксичный алюминий к таким супертоксикантам, как свинец, кадмий, ртуть, медь. Медь была одним из первых металлов, которые человечество стало использовать в чистом виде. Это объясняется не только простотой ее извлечения из руд, но и тем, что медь находится в природе в чистом виде. С открытием бронзы, сплава меди с оловым начался бронзовый век. В настоящее время сплавы цинка с медью играют большую роль в жизни миллионов людей в Китае и Индии. Производство меди в мире достигает 6 миллионов тонн. Около половины меди используется в электротехнической промышленности, для изготовления водопроводных и отопительных систем, варочного оборудования, в сельском хозяйстве и фармакологии. Медь малотоксична. При повышенном поступлении с пищей резорбция ее снижается, что уменьшает риск развития интоксикации. При поступлении в пищу высоких концентраций солей меди у людей и животных наблюдаются токсические эффекты, которые, как правило, обратимы. В некоторых случаях отмечена взаимосвязь между раком легких и накоплением меди. Летальной для организма человека является концентрация меди 0,175-0,250 грамм в сутки. Высокие концентрации меди наблюдаются в сточных водах промышленных предприятий, особенно цветной металлургии. При применении медсодержащих удобрения и пестицидов концентрация меди в растениях возрастает в 2-4 раза. Однако основным источником загрязнения пищевых продуктов медью являются изделия из меди, аппаратура, трубопроводы, варочные котлы и другое, применяемые в пищевой промышленности. Поэтому для предупреждения отравления всю кухонную медную посуду подвергают лужению аловом, содержащим не более 1% свинца. Медную посуду и аппаратуру бесполудой можно использовать только на предприятиях консервной и кондитерской промышленности при условии быстрого освобождения медных емкостей от изготовленной продукции и немедленного мытья и протирания до блеска рабочей поверхности. Естественное содержание меди в пищевых продуктах составляет 0,45,0 мг на килограмм. В количествах 5-15 мг на килограмм медь может придавать продуктам и воде металлический привкус. Повышенное ее содержание может обусловить изменение цвета и прогуркание пищевых жиров и жиросодержащих продуктов. Олова Олово является примесным микроэлементом. В земной корее его содержание невелико. В организме взрослого человека содержится около 17 г олова. Неорганические соединения олова малотоксичны, органические – более токсичны. Для человека при однократном поступлении токсическая доза олова – 5-7 мг на килограмм массы тела. Элементное олово и его органические соединения широко применяют в химической промышленности и сельском хозяйстве. Главным источником контоминации пищевых продуктов оловом являются луженые консервные банки из белой жестей и оловянная фольгау, используемые для упаковки продуктов. Переход олова из покрытия в пищевые продукты зависит от природы пищевого продукта. Наличие в нем органических кислот, нитратов и окислителей усиливает растворимость олова. Длительность и температура хранения – до 20 градусов Цельсия олова растворяется медленно, а также защитно-волакового покрытия. При этом количество олова в продуктах прогрессивно возрастает со временем хранения или после вскрытия консервных банок. Повышенная концентрация олова в продуктах придает им неприятный металлический привкус, изменяет окраску. Повышенные концентрации олова в пищевых продуктах могут быть обусловлены также применением олова в качестве пищевых добавок, средств борьбы с насекомыми или стабилизаторов поливинилхлоридных материалов, используемых для изготовления емкостей для различных напитков. Для профилактики отравлений продукты, хорошо растворяющие олова, рекомендуется консервировать в стеклянной таре. Ограничивают сроки хранения баночных консервов, покрывают внутренние поверхности банок стойким лаком и контролируют содержание олова в консервированных продуктах. Хром. В природе хром встречается в основном в виде руды хромового железа. Хром присутствует во всех почвах и растениях. Ежегодно он выбрасывается в окружающую среду в количестве 6,7 тысячи тонн. Хром может существовать в трихвалентной и шестивалентной формах. В биологических объектах хром присутствует преимущественно в трихвалентной форме. В организме взрослого человека содержится около 6 миллиграмм хрома. С возрастом этот элемент аккумулируется в легких, но в количествах, не опасных для здоровья. Безопасный уровень потребления хрома составляет для взрослого человека 50-200 микрограммов в сутки. Трихвалентный хром участвует во многих метаболических процессах. Его недостаток в организме приводит к морфологическим изменениям роговицы, снижает мышечную массу и устойчивость к физической нагрузке. Исследования на животных и клинические наблюдения свидетельствуют о том, что хром играет также определенную роль в липидном обмене и что дефицит этого элемента может привести к развитию атеросклероза. В промышленности хром применяется для получения высокопрочных сталей, гальванических покрытий. Причины повышенного содержания шестивалентного хрома в растительных продуктах могут быть залегания хром содержащих минералов, загрязненные хромом сточной воды и их осадки, материалы пищевого оборудования и консервных банок. В частности, использование посуды из нержавеющей стали приводит к возрастанию концентрации хрома в пище. Данные о токсичности хрома разноречивы. Достоверно доказано, что наиболее токсичен шестивалентный хром, который поступает в организм из загрязненной окружающей среды. Санитарно-эпидемиологический контроль В соответствии с СанПИМ 2.3.2.107801 предусмотрены допустимые уровни свинца, мышья и ка, адмия и ртути в пищевых продуктах. Что касается меди и железа, то расчеты свидетельствуют о том, что их содержание в рационах значительно ниже уровня необходимого поступления. 1,5.3.01018 мг слеж сутки. Поэтому в СанПИМ 2.3.2.107801 медь и железо выведены за границу контаминантов химической природы и нормируются только для масла коровьего, топленых животных, жиров и маргаринов, поставляемых на хранение, не более 0,4 и 1,5 мг на килограмм продукта. Медь еще нормируется для пектина, не более 50 мг на килограмм. Олова и хром также выведены за границу контаминантов химической природы и нормируются лишь в консервированных продуктах. При этом допустимый уровень олова и хрома в таких продуктах, находящихся в сборной жестяной таре, должен быть не более 200 и 0,5 мг на килограмм соответственно. Цинк, являющийся биомикроэлементом и малотоксичным соединением, нормируется только в загустителях, стабилизаторах, жилирующих агентах, пектин, агар и другое. В случаях превышения допустимых уровней токсичных металлов, но не более чем в два раза, продукты могут быть использованы для питания человека в условиях максимального рассредоточения, в учреждениях общественного питания при изготовлении многокомпонентных блюд, при условии, что в последних токсичные металлы не будут превышать допустимые уровни. Пищевые продукты с содержанием токсичных элементов, превышающим допустимые уровни более чем в два раза, по согласованию с органами ветеринарного надзора могут быть переданы на корм животным. Благодарим за внимание.